Дмитрий Борисович, добрый день, большое спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Начнем, наверное, со свежих новостей, саммит G20. Сергей Лавров фактически изгой, с ним отказываются фотографироваться. При этом из его слов следует, что это лидеры западных стран просто не совсем знакомы с нормальным этикетом. Они не приходят на приветственный банкет, поэтому, ну, как обычно, риторика нам известная, во всем виноват коллективный Запад. Об этом вчера сказал и Владимир Путин, вернемся к словам Путина чуть попозже. А пока что про Лаврова и вообще про, я не знаю, что ли, образ России на таких больших встречах, которые все-таки до сих пор происходят. Это тот же саммит G20. Все-таки Россия изгой или какие-то страны, или те же западные страны будут как-то пытаться с ней разговаривать? Ну, во-первых, я начну с того, что проблема, как всегда, отчет слойная. Первый очевидный, который бросается в себя, это такое полудетское обсуждение, кто первый начал, кто во всем виноват, кто кого обидел и так далее. Для людей это самое виноват. Изгой Лавров, неизгой Лавров, это Запад во всем виноват, коллективный, или это Путин во всем виноват. Это все очень интересные проблемы, но с моей точки зрения они поверхностные. А есть более глубокая проблема. Да, семь лидеров дипломатии развитых государств от Путина и от Лаврова дистанцируются. И, конечно, в этом смысле Лавров оказался изгоем. И не зря он раньше срока улетел с этого мероприятия, даже не пожелав выслушивать речи тех людей, которые ему неприятны. Ну, а здесь, опять же, поверхностно. Кто кого нагнул, кто кого сильнее обидел, ну и так далее. Это все разговоры на уровне седьмого класса средней школы. А есть более серьезная проблема, которая называется эмпирическое обобщение. Вот эмпирическое обобщение заключается в том, что, да, Лавров там встречался. Да, его нельзя назвать глобальным изгоем, потому что он сидел там рядом с руководителем дипломатии Арабских Эмиратов. Большая заслуга. Но мы видим, что Лавров встречался, пункт А, с министром иностранных дел Турции. И пункт Б, или наоборот, с министром иностранных дел Турции. И вот это самое главное. Неважно, кто виноват, кто кого побеждает, кто перед кем виновен и совершает преступление, кто кому нравится. Важно, что путинская Россия во главе с Лавровым откатывается на восток. Она называется восточной страной. Какой виноват, собственно говоря, и был Советский Союз. Он назывался Восток. Космические корабли у него назывались Восток. Такие всякие термины типа восход, дружба с Китаем и так далее и тому подобное. Это все удивительно быстро и закономерно всплывает после 10 лет нормального европейского тренда и 20 лет возвратного азиатского тренда. Путин осознанно пытается восстановить советские представления о величии и как функциональность возвращается к идеологии евразийства, а на самом деле азиопства, как было сказано в начале 20 века, замыкая, обрывая, уничтожая отношения с Западом, с Европой, источником технологий, с источником революции, с источником конкурентоспособной экономики. И пытаясь наладить отношения с Ираном, с Турцией, при этом ссорились, естественно, с Японией, которая, кстати говоря, в советские времена, мало кто об этом помнит, почему-то относили к странам Запада. Тлетворный Запад, агрессивный и прочий Запад, плохой Запад, почему-то включал в себя Японию. На самом деле только потому, что Япония принадлежала к числу развитых стран, которые приняли в Советский Союз. Вообще до сих пор такое восприятие, нет? Простите? До сих пор сохранилось такое восприятие Японии? Ну, это вопрос сложный. Ну да, в общем, Япония многих воспринимается как часть Запада. По секрету вам скажу, что она на Востоке. Вы не поверите даже. У меня очень плохо со звуком. Я просто не слышу ваш вопрос, особенно когда сам говорю. Вы извините, пожалуйста, еще раз повторите. Я сказала, вы сказали мне, что Япония на Востоке. Я сказала вам, что я там даже была, вы не поверите. Я же не вас, а уважающих слушателей. Ну ладно, бог с ним. Короче говоря, мы становимся таким вполне понятным азиатским султанатом во главе с таким вот вполне азиатским политиком. И Лавров, который, в общем-то, начинал карьеру как вполне уважаемый дипломат в Нью-Йорке, с хорошим английским языком, с высоким уровнем престижа, деградировал до, ну, какого-то там советского уровня Громыка, причем даже второго уровня. Потому что Громык и стремился показаться лучше, чем он есть. А Лавров, следуя путинской стилистике, пацанской, пытается бить на фиг и показаться хуже, чем он есть на самом деле. Но это уже, что называется, интерпретационная вещь. А теперь, ну вот, что дальше? Ну, дальше, да, дальше изоляция, дальше деградация, достой, сопровождающийся, естественно, боем барабанов, и грой на, там, радкого рода зурне и медными трубами. Там мы будем подниматься с колен, Союз себе 70 лет занимался, пока в очередной раз пупок. Цвет очень предсказуемый, и не доказывает тем людям, которые живут в своей картинке мира, начиная с Владимира Владимировича. Ну, что тут скажешь? Пока лоб об стенку не расшибем, будем опять строить светлое будущее. И в этом смысле, конечно, эволюция господина Лаврова очень красноречива. Россия достигала блистательных своих результатов, а это великая страна с замечательной культурой, когда она открывала дорогу на Запад. Петербург, европейский город, Пушкин, который в детстве французом, и который плодом европейских либеральных реформ, который организовал лицей, это тоже европеец, русские патриоты и даже, скажем так, националисты, вроде Федора Ивановича Тютчева, тоже европейцы, потому что Тютчев 20 лет работал представителем российской дипломатии в Германии, лично водил знакомство с Шеллингом и многими другими там лидерами европейской науки, и писал он свои патриотические тексты на немецком и на французском языке, на секундочку, и читали их тоже в Европе, не в хивинском же в ханстве и не в Китае. Россия тогда была частью европейского мира, и как принято в Европе, она там ругалась с Англией, точно так же, как между Германией и Францией были конфликты, между Францией и Англией, а между Россией и Австро-Венгрией, или Россией и Британией. Это было органично. А теперь, после 2017 года, мы уже часть азиатского мира. Ну, можно этим гордиться. Я думаю, что это губительно для моей страны, для моей культуры, для русского мира. Но кого интересует мое мнение? Дмитрий Борисович, то, что касается... Нет, ваше мнение, безусловно, интересно. И вот я еще хотела спросить вашего мнения по поводу вчерашнего выступления Путина, который, опять же, обвинил коллективный Запад в развязывании этой войны, в поддержке Евромайдана в 2014 году. Вот я просто не то чтобы... Ну, в силу профессии, естественно, слежу за всеми выступлениями Путина, но мне кажется, что из его риторики несколько пропала Украина. Ну, не то что пропала, пропали обвинения в адрес исключительно Украины и Зеленского. И сейчас уже остались обвинения в адрес в основном Запада. Или это, опять же, связано, я не знаю, может быть, с тем, что G7-саммит начался? Нет, я думаю, это общая тенденция, G7 в которой является лишь частным... частным предоявлением. Дело в том, что основа путинского режима это абсолютное беспамятство народонаселения. И это, опять же, мне кажется, это такой азиатский подход. Когда начиналась вся эта история с эфикацией, с демилитаризацией Украины, нам ведь рассказывали, что главная задача отбросить НАТО. Рассказывали, опять же, в победоносном стиле, что пусть НАТО собирает манатки и отваливает на границы 97-го года. Давно ли это было? Теперь нам рассказывают, что, ну да, подумаешь, НАТО расширивалось. Присоединились в Финляндии и Швеция. Не очень-то мы этого и боялись. Да вообще, что это такое НАТО? Вот Украина, да, рассказывали нам, это серьезная проблема, потому что если НАТО, тогда будет ужасно. Ну, подразумевается, что люди должны забыть то, что им рассказывали люди, опять же, слушать то, что им рассказывали люди. Прошло еще несколько месяцев. Говорят, забыли про демилитаризацию, демилитаризацию, потому что в скобках это означало завоевание Киева, смену власти, нацистской власти, которую представляет господин Зеленский. и установление там, ну, какого-то потного для России, удобного и приемлемого для России, нового режима. Цифицировано. Этого сделать не удалось. Забудьте, пожалуйста. Теперь мы будем говорить о том, что надо освободить территории Донецкой и Луганской областей. А еще это сказано генералом Минникаевым, что надо проложить в Приднестровье. И про это забудьте через месяц. Не будет никакой дороги в Приднестровье, потому что кишка тонка. Так что не говорили мы вам этого. Забудьте, пожалуйста. Новая составляющая, направляющая, мобилизующая идея, то, что Россия воюет за Запад. И то, что Запад виноват в этой войне. Забудьте, пожалуйста, кто ввел войска на территорию Суверенной Украины. Это Запад во всем виноват. Но надо быть совсем идиотом, чтобы в эти сказки верить. Но ведь люди верят. И вот это очень важно, потому что основа этой режима это глубочайшее невежество, когда у человека открыты рот и уши, и туда ему заливают новую матрицу в связи от того, как это нужно властям. Вот товарищ Путин нам сказал, что мы еще и не начинали всерьез с Украины. Ну а что ему остается бедняжке говорить в такой ситуации? Потому что когда фашисты начинали с Союзом, они за 10 дней взяли в клещ, за 10 недель, простите, военные операции, взяли в клещ Ленинград и держали его там 2 года в блокаде. А через 6 недель они были под Москвой. А здесь вот уже идет, по-моему, 18-я неделя с 24, если я не ошибаюсь, может быть 17-я, с 24 февраля. И до сих пор там Россия, войска, победоносная армия колупаются, не может продвинуться дальше, чем 25% украинской территории. И помните, три месяца назад нам говорили, что мы так медленно движемся, потому что в случае украинский народ не стреляем по мирным городам, а так бы мы, конечно, всех их уничтожили давно. Но вот и тогда же говорили, что на самом деле по Алиуполю стреляют сами украинцы. И в Бучу устроили сами украинцы. И открывали театр в Мариуполе, где 400 с лишним человек погибли, тоже украинцы. Сейчас про это уже не говорят, потому что всем понятно, что российская артиллерия сравняла с землей Мариуполь, сравняла с землей Северодонецк и так далее. И все эти разговоры о том, что мы не против, потому что мы такие гуманные, уже ушли на помойку, потому что это не актуально. Никакие не гуманные, а продвигаемся медленно, потому что не можем продвигаться. Кишка тонка. И вот, значит, выступил Владимир Путин, который с угрожающим видом говорит, что мы всерьез-то еще и не начинали. Ничего себе. Значит, все идет по плану, мы всерьез не начинали. Флагман Черноморского флота мы потопили. Продвинуться вперед мы не в силах, ни Харьков, ни Киев, ни Одесса, а что значит всерьез-то мы на самом деле? Это что, тактичные ядерные удары, что ли? На что идет намек? Какие у Путина есть в запасе козыря? Да никаких нет. Ой, а мне кажется, появился. Не то, что козырь появился, а вот тоже вы наверняка увидели это. Вчера Путин говорил про поле боя. Сегодня Лавров подхватил и тоже стал говорить про поле боя и про Запад, который таким образом вроде как отказывается от переговоров, которые предлагает Россия. Может быть, это тоже какой-то намек и уже безвыходная именно ситуация на поле боя, что вынуждены они начать говорить про переговоры. Вы имеете в виду кремлевские выгоды? Да, да. Ну, в общем, дела плохие, конечно. Потому что, если сейчас в бой пошли ракеты 60-х годов, которые там летят в белый свет как в копеечку и попадают в торговый центр, о чем рассказывать, что это было как бы хранилище оружия в Украине? Конечно, найдутся люди, которые в это поверят. Но, понимаете как, я не военный стратег. Мне кажется, что понимаю в пропаганде и в устройстве общественного мнения. Вот общественное мнение сначала верило, что это справедливая миссия, которую Россия начала для того, чтобы защитить русский народ. Типы русский народ в значительной степени стерт в порошок, в том числе ударами российской артиллерии. Русские мужики из Донецка собраны, содраны с насиженных мест, насильно мобилизованы, брошены в бой. И теперь нам говорят, что это не мы взялись защищать русских, а нас вынудили. На самом деле, со стороны Запада мы просто отвечаем. Ну и, наверное, кто-то в это верит, но это уж совсем отчаянные люди, у которых голова не хватает от постоянного смотрения телевизора. Да, конечно, раньше или позже придется начинать переговоры, но ведь это зависит не то России, это зависит еще и Украина. Моя война кончается миром. Вопрос на каких условиях. Вот как раз проблема в том, что Путин в военных условиях почувствовал, что он проигрывает конкуренцию, он не мог предложить Украине привлекательной модели. И Украина, и Молдавия, и Грузия, и Армения. Тихонечко-тихонечко, но все мигрируют с европейских приоритетов, потому что Москва им не может предложить в мирном пространстве вменяемой альтернативы. Соответственно, Москва терпела-терпела и решила продвинуть себя там, где ей казалось, у нее есть преимущество в военной сфере. А вот теперь мы видим через практически уже почти пять месяцев, что и военного приоритета нет. Что все эти сказки про вторую по значимости армию мира. И чем дальше, тем, наверное, будет хуже, потому что будут поступать новые виды вооружений. А откуда они возьмутся? Он же нам рассказывал еще год назад, что у России самые современные в мире виды вооружений. Естественно, это была брехня, как и обычно в азиатской модели, когда вранье мобилизующее важнее, чем реальность. Но вот началась военная реальность. Где эти высокоточные виды вооружения? Можно, конечно, говорить, что они там в глубоких шахтах спрятаны, и мы еще за них всерьез не брали, а Владимир Владимирович Путин рассказывает. Но после того, как были получены звучные оплеухи под Харьковом, в Черном море, на острове Змеином, и после того, как брали Северодонецк с помощью чисто физического преимущества в количестве стреляющих стволов, город превратили в руины. Говорить о том, что есть какие-то загадки, новые виды вооружений, ну, можно только по телевизору. Это примерно те же самые сказки, которые рассказывает господин Рогозин про освоение войны. Он обещал, если помните, к 20-му году обеспечить колонизацию Луны. Ну, и где эта самая колонизация? А Рогозин себя совершенно неплохо чувствует. Аналогично Владимир Владимирович Путин рассказывает сказки, и никто уже ему не верит. Единственное, что у него есть, это атомная бомба. Действительно, вот это опасная история и вопрос в том, как ему не дать за нее схватиться. А что касается украинского театра военных действий, то если с такой скоростью он будет развиваться и дальше, а новые виды, реальные виды нового вооружения будут поступать от западных партнеров, то ничем хорошим в стратегической перспективе для нашей страны это не кончится. Ну, мы же начали с Лаврова, из Путина. Ну, да, итог их деятельности вполне очевиден. Они поняли, что неконкурентоспособны в мирном соревновании с Западом. Пытались реализовать военное соревнование с Западом. И в нем они тоже оказываются неконкурентоспособными. Очень печально, но это означает, что русский мир в ближайшем будущем будет не только токсичен, но еще и презираем, как слабый и неэффективный. Ну, что тут сделаешь? Можно было бы вести себя поумнее, ну, куда же ты не 20 лет ты в одном и том же месте пребываешь, и 20 лет тебе рассказывают, что ты самый умный, выдающийся, гениальный стратег. Раньше или позже ты в это начинаешь верить сам, и вот здесь и начинается катастрофа. Катастрофа Катастрофа